Наверное, до революции их оставалось очень мало, практически там в двух или в трех местах они существовали на территории всей Европы. То есть в той Европе, которая зарубежная, они вымерли полностью. В России сохранились только за счет того, что были в свое время какие-то царские указы, запрещающие полностью уничтожать в определенных местах бобров. На заготовку тогда было очень много бобрового меха, бобровой струи, вот этого всего. И впоследствии, уже в советское время, вот эти животные были расстелены и численность была восстановлена. То же самое было со многими копытными и некоторыми другими охотничествами животными. Некоторых животных так и не взялись восстанавливать, потому что либо они не представляли в тот момент какой-то практической ценности, либо еще по каким-то другим причинам. Вот. И до сих пор как бы эта работа не велась. Соответственно, сейчас мы пытаемся как-то подтолкнуть нашу общественность, научную общественность, в том числе, к созданию какой-то новой научной школы, которая помогла бы заниматься такого рода вопросами и способствовать вот такого рода проектам. Пока мы все это обдумывали, пока мы за этим наблюдали, вот, кстати, одна из картинок, это та же местность, вот тот же самый парк. Вот это его маленький кусочек, который близко подходит к жилым домам. И здесь местные люди продолжают пасти каких-то своих немногочисленных вот этих стадок коз, там каких-то овес, что у них там есть. И вот этот вот участочек, он как раз наиболее получился и удобен. То есть он и для отдыха удобен, и для прогулок удобен. И дикие животные там опять же есть. И гораздо больше птиц живет, и гораздо больше всего остального. А если пройти немножко дальше, то там просто вот заросли стоит темно и страшно, ну, то есть совершенно делать нечего. То есть никто там не живет, никто туда не ходит. Вот. И вот это как раз очень наглядно демонстрирует, как вот маленькое, вот вроде бы, стадо коза помогает вот создавать такое большое дело, на которое у человека бы ушло очень много и денег, и ресурсов и так далее. В частности, кстати, вспоминается интересный пример о том, как появились, собственно говоря, в лужайке стриженые газоны, которые сейчас везде модны. Говорят, что в свое время в Англии жил какой-то лорд или граф, в которого за окном паслись овцы на лужайке, и их звуки, которые они производили, очень его раздражали. Соответственно, в один прекрасный день он попросил всех этих овец оттуда изгнать. Как только это сделали, соответственно, к середине лета у него лужайки стали полностью непроходимыми, заросли травой высокой-высокой. И, соответственно, чтобы не возвращать овец, он попросил своих слуг, чтобы они с ножницами ходили все это дело подстригать. И вот так вот пошла, вроде бы, мода, почитается на стрижку газонов. Но, чтобы, наверное, далеко не ходить, вот летом я часто посещал Измайловский парк здесь в Москве, и тоже обратил внимание, что вот где-то вдоль дорожек власти, видимо, городские, муниципальные, постригли траву для того, чтобы люди могли проходить по дорожке, ну, там, плюс-минус 5 метров вправо-влево тоже как-то куда-то была возможность ходить. В то же время как большие площади, большие поляны были тоже полностью заросшими травой, тоже невозможно было по ним ходить, и, естественно, там особо ничего не было никому, никаким животным, кроме мышей. Вот, и вот я смотрел на это, думаю, он как бы был бы здоров, если бы здесь как-то где-нибудь в Англии, в пригороде Лобана, в Кампетинг-Корте, хотели бы, хотел бы стадо диких лайнеров, ну, которые, конечно, не боялись бы человека, их можно было бы наблюдать, это было бы и красиво, и в то же время они бы занимались той работой, которой сейчас, которой сейчас должен заниматься муниципалитет. Но это и на выгоду им, и нам на пользу. Вот. Ну, и, собственно говоря, пока мы обо всем об этом размышляли, мы наткнулись на проект, который сейчас реализуется в Европе. Называется он, такая инициатива природоохранная, называется она Reviled in Europe. Сейчас я продемонстрирую ролик небольшой, который, ну, вкратце призван рассказать о том, что они там делают и как они это видят. Ролик, к сожалению, он было изличным, ну, по естественным причинам. Я тут вчера подумал, что все-таки надо было как-то его, может быть, перевести на русский. Сделал кое-какие субтитры на коленке, Поэтому, заранее прошу прощения, если там будут какие-то огрехи. Ну, вот, примерно так. Ты не тут? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот гостевые зоны, куда можно прийти, просто погулять, купить какие-то сувениры, играть с детьми, где будут проводиться какие-то лекции. Есть еще отличная вещь, как шоу-флай во многих европейских парках проводится. Это когда специалисты показывают и демонстрируют хищных и нехищных птиц в полете. То есть какие-то аттракционы специально с участием хищных птиц, сов. И вот даже я вижу, вот есть немецкий парк Вальсрода, вот откуда, кстати, картинка нижняя в правом углу. Это крытая оранжерея, где тропические птицы живут. Там попугаи точно так же летают на шоу-флай. Очень интересное, впечатляющее, оставляющее много воспоминаний, зрелище это шоу-флай с участием грифов. То есть дело в том, что как бы у грифов есть особенность, когда они видят какую-то пищу, для того, чтобы сообщить своим коллегам о том, что есть куда лететь, они складывают крылья и практически камнем падают вниз, ну, очень далеко. Уже на самом подлете к земле раскрывают крылья, и как парашюты, и с хлопком практически как бы вылетают в любую сторону. То есть их собратья в такой ситуации могут заметить, что птица вот совершила такое поведение, соответственно, значит, там есть чем поживиться, и туда можно лететь. А администраторы парков и вот таких вот представлений очень часто используют это вот в целях такого как бы аттракциона. То есть вот зрители сидят вот так же, как примерно, как вы сейчас сидите на каких-то лавочках, и где-то позади вас незаметно раскладывается вот как раз корм. То есть там есть какая-то площадка, которую птицы знают, и, соответственно, до сей поры, пока вот идет какой-то разговор, презентация, птицы парят в отдыхе, и вы, в общем-то, особо не подозреваете их существование. Но в последний момент, когда вот эту корму выкладывают, какая-то птица совершает вот этот вот самый маневр прямо над головой у изумленной публики. Ну, то есть это как бы вызывает очень много эмоций и очень интересно. Кемпинговые зоны, то есть это зоны, где можно будет остановиться для того, чтобы переночевать. Здесь должны быть какие-то гостиницы и мини-отели, и возможность где-то остановиться в машине, может быть, место для палатки. То есть так, чтобы на любой вкус и на все возможности были какие-то вот предложения. То есть чтобы любой человек, вне зависимости от своего возраста, финансового благосостояния, мог сюда парк посетить и максимально интересно провести там время. Ну, понятно, что главное, что будет отличать такой парк, это возможность вот именно проводить такой активный познавательный отдых, экскурсии, фото, какие-то мастер-классы и так далее, и так далее. То есть главное, что отличает, это то, что здесь будет возможность наблюдать диких животных в их естественной среде обитания, находясь как бы вот в самой будущей событии. Это именно то, что отличает вообще сафари-парки и национальные парки от зоопарков. Надо сказать, что зоопарки здесь уже некий пережиток, в общем-то, даже 19 века. То есть если затрагивать сильную историю, ну вот так сказать два слова, то в принципе можно сказать, что эволюция происходила от зверинцев, когда просто каких-то пойманных животных привозили на потеку каким-то там царственным особам и в клетках расставляли. Потом стало жалко смотреть вот на этих загнанных зверей в клетках и стали заселять в парки, в ботанические сады. Но тоже в определенных вольерах чуть побольше, чтобы было приятнее любоваться. А сейчас, когда мы уже знаем, что в общем-то можно организовать сафари-парк, в которых животные будут находиться в условиях естественной свободы и не будут не мешать ей человеку, ни человек не будет мешать им, то сейчас есть гораздо больше возможностей для организации таких вот парков. Кого можно будет посмотреть? Ну, это, соответственно, копынные, какие-то небольшие мелкие хищники, вот камышовый кот здесь и шакал, и вот корсак, кстати говоря, наверху, сурки. Конечно, много будет птиц, при том, что птицы-то свободны, совершенно, они могут летать, перелетать на огромное состояние, и задача как раз сотрудников этого парка будет заключаться в том, чтобы сделать такие условия в парке для того, чтобы птицы сами прилетали и оставались здесь жить, не издевились. И это вполне возможно. Есть у нас идея, такая вот достаточно интересная, о том, чтобы попробовать возродить программу по восстановлению азиатского гепарда, которую в свое время в СССР развивали, но в период перестройки она, как и многие другие программы, заглопла, к сожалению. А сейчас, в общем-то, и азиатский гепард, если не полностью, то на самом последнем краю исчезновения находится. Дело в том, что, так же, как я уже сказал, что с исчезновением травоядных, копытных, которых вытеснили в свое время люди, исчезла кормовая база вот у таких животных, как, например, гепард. И если мы говорим про азиатского гепарда, то он очень четко в своей жизни был привязан к джейрану. С джейраном и проблема, соответственно, гепарда точно так же исчезает. И вот в этом парке... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова